здравствуйте все вы на канале творческий сундучок с вами татьяна сегодня будем шить вот такую джинсовую панаму на дворе весна и нам такая панама будет очень кстати она с подкладкой то есть она утепленная я хочу сразу сказать что она отлично сидит на голове и что очень удачная точная выкройка и начинаем с построения выкройки размер панам у нас будет 56 я взяла два прямоугольника 28 на 8 с половиной это тулья и 28 на 7 это поля поля я разрезала на 8 частей и вот выкройку полей я закрепила на бумаге закрепила скотчем раздвинув лепестки на 1 сантиметр и теперь займемся деталью тульи тулья у нас разрезано на 6 частей и верхнюю часть нам надо сузить нижнюю у нас остается равной вот этой вот этому размеру на полях нам надо сузить на 3 сантиметра я отложила по 6 миллиметров у нас 5 разрезов на 6 миллиметров меточки и вот таким образом я закреплю сейчас скотчем я закрепила деталь тулья на бумаге после сужения на 3 сантиметра в короткой части у нас получилось 25 сантиметров это полуокружность донышко я вычислила значит 25 умножить на 3 целых 14 сотых это число пи получается 785 радиус ну примерно 8 сантиметров я уже выкроила вот такое донышко диаметр 16 сантиметров просто надо будет учесть что при сшивании донышко стульей деталь донышко надо будет на 1 миллиметр выдвинуть пошире для удобства при сшивании я по четырем сторонам сделала насечки и при раскрою они будут перенесены на ткань ну вот я вырезала из бумаги выкройки сложив пополам я сделал насечки на тулья достаточно двух насечек на полях я сделала в четыре сложения здесь сделала насечки и посредине и дальше я вырезала из основной ткани 4 детали полей тулья две детали из основной ткани и две детали из подкладочной донышко одна деталь из основной ткани и одна из подкладочной и все насечки у меня перенесены с бумажной выкройки теперь я буду соединять основные детали и детали подкладок между собой по коротким сторонам тулья и поля точно также сейчас я все это сколю и пришли на машинке ну вот я сначала детали разутюжила швы и срезала уголочки на припусках чтобы они не давали нам излишнюю толщину кстати на этом этапе можно уже сделать пример очку и если что-то лишнее или может быть тесновато вы можете уже это подправить и сейчас на тулья я сделаю от строчку с двух сторон по 2 миллиметра наверное от раскола шва а затем пришью донышко к тулье то же самое я проделаю и с подкладочными деталями я сделала от строчку и теперь будем соединять нашу тулью с донышком совмещаем рассечки здесь рассечку мы соединим со швом если у вас нет уверенности то можно все прометать на руках а потом уже сшивать вот таким образом у нас готова подкладка с пришитым донышком также верхняя деталь и вот смотрите после того как я пришила прошила по изнанке соединила донышко стульей я завернула припуски на тулью и проложила отделочную строчку со стороны тулья кстати прекрасно держит форму дальше мы берем наши поля и сложив их лицом к лицу соединяем по внешнему контуру по всей окружности вот теперь простроченные края полей припуски я сделаю небольшие насечки и после этого выверну и скорее всего прометаю можно отутюжить это можно просто руками я сделала наметку по краю полей и сейчас буду делать отстрочку в несколько рядов и это даст еще дополнительную плотность но ткань у меня она сама по себе плотная если у вас ткань мягкая джинсовая ткань бывает мягкая то одно из деталей надо будет укрепить дублерином и вот я сделала отстрочку полей и сейчас будем соединять поля сверху так вот эти швы у у нас не должны сходиться со швами на полях вот эти насечки я соединяю сейчас со швом на тулье а швы полей соединяю со следующей насечкой на тулье таким образом я пришиваю по всей окружности у нас соединились вверх с полями такая шапочка вырисовывается и теперь надо пришить подкладку складываем таким образом подкладку выворачиваем лицевой стороной вовнутрь и вкладываем нашу панамку соединяем швы швы насечки все это мы соединяем и по окружности вот так пришьем оставив место для выворачивания и вот пришила я подкладку вывернула и теперь осталось зашить место для выворачивания девочки знаете мне что не понравилось надо было подкладку взять светлую ну понятно что внутри ее не видно изначально я думала сделать вообще двухцветную панамку а потом передумала цвет как бы так вот и остался темный один и вот как-то мне не в кайф вот но так-то вроде бы вообще шапочка неплохая сейчас я зашью это отверстие и проложу еще одну строчку по краю тульи сделаю от строчку и вот готовая панама с от строчкой конечно смотрится лучше такая она изнутри когда будете пришивать подклад надо его чуть-чуть как бы подтянуть в шов тогда здесь не будет никаких лишних складок вот у меня все получилось хорошо если вам понравилось поставьте лайк подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик я с вами прощаюсь до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...